Вооруженные силы Турции начали военную операцию «Коготь-замок» в северной части Ирака. Как сообщили в пресс-службе турецкой минобороны, цель операции – предотвращение террористических атак против турецкого народа и сил безопасности севера Ирака. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, турецкие вооруженные силы нанесли авиаудары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам рабочей партии Курдистана. Вооруженный конфликт, запрещенный в Турции рабочей партии Курдистана начался в Турции в 1984 году и после перемирия возобновился в 2015. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых вооруженные силы Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Таимб Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6 900 за ее пределами. С июля 2015 года потери турецких силовиков составили более 1 тысячи двух сотен человек. Пока на данный период определиться с тем, какие варианты решения есть, очень сложно, потому что четкой позиции нет ни у одной из сторон, то есть как эту проблему решать, в том числе и Организация Объединенных Наций не предложила никакого четко проработанного плана действия в отношении формирования курдской государственности. И по всей видимости, вот эта курдская проблема, она будет еще проходить ряд циклов обострения и циклов противоречий с разным составом участников. В апреле 2021 года турецкая армия уже проводила подобную военную операцию в Ираке. Тогда военные атаковали позиции курдских повстанцев с помощью воздушных военных сил. До этого Турция проводила операцию под названием Кыран-6, в которой участвовали более двух тысяч силовиков, а также операции Орлиный коготь, Источник мира и другие. По словам министра обороны Турции, операция проходит успешно, поставленные на первом этапе цели достигнуты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова